Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о замечательной волшебной текстуре Corona Distance Map в Corona Renderer. Ставим палец вверх, пишем комментарий и подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Эта текстура открывает большие возможности в создании Ваших креативных идей. В данной серии уроков, я хочу показать, как можно использовать эту текстуру для Ваших задач. В данный момент, я пишу урок на Corona Renderer 3 Hotfix 1. Данная текстура находится в вкладке Corona и ее можно загрузить в любой слот материала. У нее очень простые настройки и я думаю, что после данной серии уроков, Вы сможете создать что-то интересное для себя. И первый пример использования это Live Boolean. Интерактивный Boolean, который можно делать с помощью данной карты. Я думаю, что все знакомы с Live Boolean, который есть в ZBrush. Если нет, то я покажу, как он работает здесь и потом сравним его с Corona Renderer. Выбираем любую сферу в Lightbox. Несколько раз нажимаем Ctrl и D, чтобы сгладить ее и добавить уровни sub-div. Затем, удаляем все нижние sub-div в вкладке Geometry и в sub-tools с помощью Open добавляем любой объект. Например, Cylinder. У него выбираем второй режим. Затем, включаем Live Boolean и если сейчас передвигать Cylinder, Вы увидите, как в реальном времени происходит обрезание сферы. Причем, это все интерактивно и в любой момент, Вы можете трансформировать Cylinder, как душе угодно. И если дублировать объект и уменьшить, то мы получим такой эффект. Давайте попробуем это повторить в Corona Renderer с помощью Distance Map. Итак, возвращаемся в 3ds Max. Создаем сферу и Cylinder. Сферу переименовываем в Main Object Cylinder в Cutter, так как он будет обрезать часть геометрии сферы. И так как он не нужен нам на рендере, сразу же в настройках объекта выключаем Renderable. Благодаря этому, мы будем видеть его в U-Porting, что удобно для интерактива, а на рендере нет. Далее, приступим к созданию специальных материалов, чтобы активировать Live Boolean. Открываем слейд Material Editor для редактирования нод. Если у Вас открывается обычный редактор, нажимаем на эту иконку и выбираем нижнюю. В итоге, у Вас появится то, что нужно. Создаем первый материал, нажав правую кнопку мыши. Корона-материал для сферы. Называем его Main Object. И так же, создаем второй материал для цилиндра, который называем Cutter. Можно нажать правую кнопку мыши и выбрать новый, а можно скопировать первый с помощью Shift и переименовать. Затем, задаем разные цвета, чтобы различать эти объекты. Далее, создаем Corona Distance Map и подключаем в opacity слой материала Main Object. Выбираем эту карту двойным кликом. Затем, выбираем цилиндр и нажимаем на плюс в вкладке Distance From. И теперь, чтобы все работало правильно, Вам нужно Color Near и Far сделать абсолютно белыми, а Color Inside черным. Давайте создадим Солнце и Небо, чтобы в сцене было хоть какое-то освещение. И теперь, если запустить Corona Interactive, Вы увидите, что цилиндр не рендерится. Но как только мы сделаем пересечение его с сферой, Вы увидите, как он отрезает часть геометрии. Единственный момент, который Вам, конечно же, не понравится, это неправильный Boolean, когда отверстие открыто и там нет полигонов, как в том же ZBrush. Хотя тут уже все зависит от Вашей задачи. Может, это Вам и нужно. Но я расскажу, как же все-таки добавить полигоны с помощью еще одного объекта и материала. Итак, делаем копию объекта, нажав комбинацию клавиш Ctrl и V. Данную копию называем Inner и делаем линк к основному цилиндру, чтобы во время перемещения, эта копия перемещалась вместе с ним. Линк делаем с помощью данной иконки. Теперь выбираем ее, нажимаем Shift в плюс A и кликаем на основной цилиндр, чтобы копия снова выровнялась с ним. Теперь, если Вы будете перемещать Cutter объект, то Inner будет перемещаться вместе с ним. Затем нам нужно создать третий материал для этой копии. Возвращаемся в слейд Material Editor и создаем третий материал, который называем Inner. Для удобства задаем любой цвет для него. Применяем этот материал к Inner объекту. После чего в Opacity слот данного материала загружаем Corona Distance Map. В настройках которой Color Near и Color Far делаем абсолютно черными. А Color Inside белым. И в Distance From добавляем сферу. И теперь, если запустить интерактив и пересечь цилиндр с сферой, Вы не заметите разницы. Чтобы она была, нужно выбрать Inner объект и включить его в Render. Я напомню, что это была копия основного цилиндра, который мы исключали из рендера. Пожалуйста, не забывайте проверять эту опцию. Как только Вы включите Renderable для Inner, все будет правильно работать. И теперь, если интерактивно перемещать цилиндр, Вы получите такой же эффект в Boolean, как и в ZBrush. Как видите, нет ничего сложного. Кстати, на данный момент, то что я показывал в ZBrush, воспроизвести не получится. Так как в Corona Renderer это временный инструмент. Обходной путь для правильных булевых операций во время рендера. Но он не предназначен для комплексного boolean и для него команда RenderLegion обещает сделать отдельный инструмент, который позволит реализовать эту идею. На данный момент, boolean можно делать с разным количеством объектов. Но главное, чтобы эти объекты не пересекались между собой. То есть, так можно. А так нельзя. Будьте аккуратны с этим. Я думаю, что здесь все понятно. Теперь поговорим еще о том, для чего же еще можно использовать Corona Distance Map. Для следующего примера создаем Spline и Plane такого вида. Spline размещаем таким образом, чтобы он пересекал Plane. Для чего и зачем, сейчас расскажу. Давайте немного изменим рабочее пространство для удобства. Нажимаем Alt и B и меняем Layout, выбрав данную иконку. В виде слева выбираем Corona Interactive, а справа Corona Camera или перспектива. Таким образом, если нажать Alt и W, вам будет удобно наблюдать за изменениями в рендере. На Plane назначаем обычный Corona MTL, у которого в Diffuse Slot загружаем Corona Distance Map. Затем выбираем Spline и кликаем на плюс в Distance From, чтобы его загрузить в эту колонку. Цвет для Color Near и Color Far оставляем по умолчанию, а в Distance Scale загружаем любую Noise карту. Я для этой задачи люблю использовать Berkan Noise, так как у нее очень много полезных настроек и можно получить разные эффекты. Например, мне очень нравится Radial UV. После чего, для начала установим Distance Far и Near равные 0. И я сейчас расскажу, на что влияет изменение этих параметров. Если увеличивать Distance Near, будет проявляться основная форма. В данном случае Spline. И с помощью Distance Scale будет нарушаться ее форма. Я думаю, сейчас вы понимаете, почему важно, чтобы Spline пересекал Plane. Если его поднять, то мы не увидим данный эффект. Увеличение Distance Far размывает маску по краям и задает радиус этого размытия. Если убрать Berkan Noise, то вы увидите, как работает этот эффект. Таким образом, можно сделать более плавное смешивание текстур. А сейчас я просто покажу, как смешать разные карты Diffuse именно в Corona Distance. В Color Near загружаем землю, а в Color Far траву. Таким образом, мы получаем реалистичное смешивание двух текстур. Естественно, эту же маску можно использовать для смешивания материалов. Но урок сейчас не об этом. Изменяя настройки Distance Near и Distance Far, можно получить разные варианты текстуры. Также, можно менять размер Berkan Noise и получать совсем другой вариант. А выбрав Radial, можно получить какой-нибудь мистический эффект. Это все, что я хотел рассказать о смешивании текстур с помощью Corona Distance Map. Другие примеры покажу в следующей части. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!